Всем привет! Добро пожаловать на урок программирования на языке Lua в Roblox Studio. Это урок номер T7. T7 означает, что мы сегодня опять смотрим в документацию официальную нашего Roblox и смотрим на такую штуку, как Bindable Event. По-русски называется «Прикрепляемые события». С помощью этого события, во-первых, события можно запустить из какого-нибудь скрипта, а к запуску события прикрепить огромное количество, ну одну или нисколько, или, например, тысячу функций. И когда мы запускаем из любого скрипта вот это событие определенное, все прикрепленные к нему функции одновременно запустятся. Ну как это можно проиллюстрировать? Ну, например, я хочу показать пример с фонарем и кнопками. Ну, чтобы было что-то новенькое, интересное, и чтобы урок был простой, в принципе, для всех, я сделал две кнопки. Вот эта вот левая кнопка включает свет на 5 секунд уличного фонаря, а вот эта кнопка справа, она меняет цвет фонаря. Ну, естественно, мы цвет видим, цвет лампочки фонаря. Мы это увидим только, когда фонарь включится. Если я сейчас включу, включу, ничего не заработает, потому что у нас нет самого события. Если вы хотите скучно и долго про эти события, про Bindable, посмотрите мой последний стрим. Сейчас мы не будем долго тормозить. Итак, в Workspace создаем Bindable Event. B, I. Вот он, Bindable. Так, переименуем его, чтобы имело смысл его имя. Ну, мы будем включать свет, тогда пусть будет так. Lights on. Lights on. Отлично. Ничего не добавляем. Просто у нас здесь это событие лежит на Workspace. Мы его, конечно, не видим, но вот есть его имя. Мы его можем запускать и можем к нему прикрепить невидимыми ниточками кучу функций, которые запустятся, если мы это событие тоже запустим. Итак, как я его буду использовать? Я хочу написать скрипты, которые будут зажигать свет. Итак, если это событие произойдет... Ну, давайте я скрипт добавлю сюда. Так, сейчас скрипт... Скрипт... И давайте сразу будем ждать, например. Wait 5 секунд и будем наше событие запускать. Lights on. Как его запускать? Мы должны написать Workspace. Имя этого события. И сделать Fire. Запустить. Никакого отношения к огню Fire не имеет. Это, скорее всего, к такому огню, как из пушки стреляйте. Или как будто... Ну, огонь пли. Вот мы сделали. Огонь пли. Итак, мы сейчас запустим нашу игру. И через 5 секунд должно запуститься событие. Вот оно запустилось. Ждем еще 5 секунд. О, свет потух. Как же свет зажегся и свет потух? Ведь в скрипте мы всего одну строчку написали. Мы обратились к нашему ивенту. Bindable Event Lights On. И мы его просто запустили. А все дело в том, что у нас в фонаре... Так, где у нас фонарь находится? Вот Street Slide. Фонарь. Лампочка у него здесь где-то внизу. Скрипт. Давайте посмотрим, как у нас работает. Ну, здесь, конечно, я уже немножко усложнил. Вот на эту часть, допустим, не смотрим. Я про нее попозже расскажу. Смотрим. Давайте вот так сделаем. Не буду комментировать, не будем тратить время. Итак, эту строчку понятно. Функцию определили понятно. Какие-то два параметра. Ну, это пока не важно. Главное, запоминаем. Название сделали. Включи лампочку. Включи свет. А дальше смотрим строчку. Уже похожая на наше событие. Мы обращаемся к этому же событию. Light On. Workspace. Lights On. Event. А здесь уже мы его не запускаем, а мы к нему присоединяем с помощью вот этого метода Connect. С большой буквы это обязательно. Connect. И присоединяем к нему вот эту функцию. Видите, имя совпадает. Что же произойдет? После этой строчки вот эта функция будет запускаться только тогда, когда кто-нибудь, вот этот наше binDableEvent, кто-нибудь запустит с помощью метода Fire. Вот как мы вот здесь сделали. Ну, логично, что вот эту же строчку я повторяю, наверное, и в кнопках. Чтобы на кнопку нажал, и чтобы у нас включился свет. Так. Ну, давайте теперь посмотрим на кнопку, которая включает. Включает. Вот. Я специально скрипты добавлял, когда скрипты. Я их правой кнопкой переименовал, чтобы у них тоже имена имели какой-то смысл. Так. Триггер Untouch. Здесь тоже довольно-таки все просто. Ну, вот я добавил еще одну переменную. Activated. По умолчанию она False. Ложь. Я ее добавил для того, чтобы избавиться от дребезга переключателя. Кнопки. Наверное, у вас в гараже на кухне где-нибудь есть такая кнопка, что вы ее нажимаете, а лампочка у вас мигает. Это некрасиво. И, к сожалению, в Роблоксе, если вы игрались с такой штучкой, как Touched, вот на нашу кнопку, которая на земле лежит, вот эта, вот эта, так. Я к ней на событие Touched, когда к ней прикоснулись эти кнопки. Ну, вы поняли, что кнопка у нас обычный Part. Вот он, Part, прямоугольный. Вот он. Так. Когда к ней прикасаются, Part.Touched, двоеточие, Connect, помните, как в Bindable функции, события, мы точно так же присоединяем к ней функцию. Ну, единственное, я здесь функцию сделал безымянную, я могу ее вот здесь где-то написать, а давайте я ее напишу, чтобы вам было понятно. И назову ее Function. Function. Я очень люблю Local. Так, Touched. И тогда мы имя должны этой функции вставить. Ну, теперь все вообще похоже на наш тот скрипт. Итак, эта функция, на нее пока не смотрим. Смотрим на эту строчку. К детали, к нашей триггер включения, мы к ней присоединяем с помощью метода Connect запуск функции Untouched. Ну, теперь понятно, что если кто-то коснется этой функции, кнопки, кто-то это, например, даже наш бейс-плейт, вот эта серая площадь, она тоже давит на нашу кнопку. Так что, когда кнопка появилась, она соприкоснулась в Roblox, она соприкоснулась с деталью. Итак, бейс-плейт, вот эта серая наша огромная пластина, она соприкоснулась с этой кнопкой. И уже Touch сработал. Как же сделать так, чтобы работало, прикосновения работали только человека? Вот, смотрим сюда. Когда у нас срабатывает функция, то ей передается первым аргументом тот, кто прикоснулся. И мы должны понять, человек это или там какая-нибудь деталька, случайный осколок, бомба, неважно. Сюда пока не смотрим. Вот сюда смотрим. Hit.parent. Это с помощью вот этого выражения мы можем определить, есть у того, кто коснулся, такая часть, как гуманоид. А гуманоид есть только в NPC-шках и в игроках. Ну, в данном случае у нас только игрок, игроки могут быть. В принципе, нужно еще проверку сделать на NPC. Ну, неважно. Главное, что бейс-плейт не может запустить, не может включить наш свет. Так. Дальше, что я сделал. Ну, дальше я меняю цвет у нашего кирпичика, чтобы видеть глазами, что мы его коснулись. Это совершенно не влияет на функциональность, но это прикольно. Вы нажали на кнопку, и она случайного цвета стала. Так. Теперь мы должны... Так, а зачем я тут игрока-то определяю? Игрока мне не нужно определять. Комментирую. А, вот для чего я игрока. Вот эти вот две строчки. Смотрите. Если мы определяем, что вот в этом аргументе hit точно у нас человек находится, мы из этого аргумента, вот, из hit parent, с помощью вот этого выражения, этой функции, getPlayersFromCharacter, мы получаем ссылку на нашего игрока. А если мы... О, Господи. Это тоже здесь не нужно делать. Вот как можно сделать. В хите у нас есть точно гуманоид. Мы уже определили. Поэтому никакой ошибки не будет. А в гуманоиде есть такое поле, как Jump. В нем всегда находится истина, когда вы прыгаете. True. И если вы не прыгаете, а стоите, например, на месте, то там False. Но, оказывается, если туда занести true, то ваш персонаж прыгнет. Давайте запустим и посмотрим. Прыгает наш персонаж. Подбегаем к кнопке, он должен прыгнуть. Вот. Я ничего не делал, он прыгнул. Опять прыгнул. А дальше не прыгает, потому что у меня есть защита от дребезга. Так. Давайте теперь посмотрим. Вот. Наконец-то мы дошли до запуска нашего Bindable ивента. Точно так же, как в нашем скрипте. В главном скрипте. Да, вот здесь. Кстати, давайте я закомментирую. Это я вам тоже как пример показывал. Что мы можем из любых скриптов запускать вот это вот наш Bindable ивент. Так. Итак. Обращаемся к нашему Bindable ивенту. Делаем Fire. И куда-то сигнал послался. Если где-то ожидают функции, ну точнее к этому ивенту LightsOn, если где-то функции присоединены какие-то, то они запустятся. Так. Теперь я расскажу, как я сделал, ну быстренько, как я сделал защиту от дребезга. Давайте я этот дребезг сейчас отключу и вы посмотрите, как это все выглядит ужасно. Ой, ребят, давайте не будем затягивать. Вы сами можете попробовать. Так. Итак, что же я делаю? В Activated, это значит активная кнопка, я заношу в False. Нет, она, по-моему, изначально не активная. Но стоит нам на нее нажать, напрягнуть, мы ее делаем сразу активной. А еще видите, когда я условия проверяю, кто нажал, гуманоид или нет, человечек или нет, я еще условия добавил сюда. Если срабатывать, только если не активна кнопка. If Not Activated, End, это уже сложное условие, и тот, кто ее нажал, является человечком, тогда мы ее активируем. Неважно. Запускаем наше событие, Venable Event, чтобы включился свет. Ждем 5 секунд. Только после 5 секунд мы ее деактивируем, кнопку, чтобы она стала, как в начале, Activated False. Это для чего сделано? Чтобы я мог ее нажимать, например, представьте, я не один, а здесь 5 человечков бегает. Вот кто первый добежал, тот ее и включил. Все, а сейчас хоть бегай, 5 секунд, она будет уже активирована. Ничего не произойдет. А вот теперь 5 секунд произошло, и опять мы можем ее нажать. Сейчас опять эти 5 секунд считаются. О, опять сработало. Я думаю, что этому трюку вы найдете применение. Видите, очень простое. Одна переменная всего на все. Так, ну давайте теперь посмотрим, как меняем цвет. Здесь мы просто запускаем Fire и все. Так, а у нас вторая кнопка. Вторая кнопка, вот она, которой мы меняем цвет. На самом деле, у нее даже проще. У нее проще код. Тоже это безымянная функция, я ее не буду выносить, как я в предыдущий раз. Мы просто на нее будем смотреть. Так, в хит, а, ну все те же условия. Определили, что гуманоид, изменили цвет самой кнопки, чтобы мы поняли, что мы на нее нажали. Игрока нам, наверное, тут тоже не надо определять. Закомментирую строчкой. Видите, еще проще стал код. И запускаем наш Bindable Event. Но теперь мы запускаем его не просто скобка-скобка, а мы ей передаем какой-то при запуске параметр. Ну, аргумент в первый параметр. Color. Давайте теперь, наконец, перейдем, наверное, в самый сложный скрипт. А он находится у нас в уличном фонарике. Вот он здесь находится. Вот это наш фонарик. Это лампа его. Так, лампу как там посмотреть. Вот параметры. Ну, понятно. Тут вы сами, конечно, могли бы разобраться. Что же у нас теперь происходит? Здесь есть какая-то функция. Функция называется включить свет. Включить свет. И выбрать цвет. И эту функцию я присоединяю к нашему событию. С помощью вот такой конструкции. само событие, биндейбл, event. Дальше обязательно точка, не двоеточие, точка, event, двоеточие, connect. Значит, присоединить к этому событию функцию. Я могу таких строчек сделать много. Присоединить разные-разные функции. Вот. И, значит, когда это событие произойдет, то запустится функция. И когда мы запускаем событие, в случае с простой кнопкой, да, мы запускаем его как скобка-скобка. Ничего не передаем. Давайте посмотрим этот вариант. Запустили у нас событие скобка-скобка. А это означает, что никаких параметров не по RAM, не по RAM2. А на самом деле их может, кстати, бесконечное количество быть в этих bendable event и привязанных к ним функциях. Подробнее посмотрите вот здесь ограничения. Ну, или посмотрите там стрим. Я там про это рассказывал. Так. Итак, мы смотрим, что в первом параметре. Если в первом параметре textColor, то тогда мы вот у этого элемента меняем цвет. А менять цвет, ну, я не хочу, чтобы он был черным цветом, поэтому я всегда в компоненте R для красного цвета я оставил единицу, а два остальных RGB, зеленый и синий, я с помощью massrandom получаю числа от нуля до единички. Ну, чтобы лампа была разных цветов. И все. Вот. Просто цвет задался и ничего дальше не надо делать. А если мы запускаем наш bendable event с параметром без параметра, то тогда у нас срабатывает вот этот что у нас здесь происходит. У нас включается лампочка наша где он нас? Помните, да? Вот мы ее включаем. Enabled. В Enabled True занесли, ждем 5 секунд и в Enabled заносим False, чтобы у нас фонарик выключился. Ну, можно, знаете, что можно сделать? Можно сделать вот так. Можно парам 2, например, сделать. В парам 2 передавать количество секунд, сколько ждать. Так. Давайте попробуем. Так. Ну, в первый первый параметр у нас должен быть пустым. поэтому мы его пишем Nil или какую-нибудь ерунду пишем, потому что у нас срабатывает только если текст Color на смену цвета, да? А здесь напишем, например, одну секунду, Гарри. Давайте попробуем. Будет работать так у меня или нет? Я не проверял. Что-то не понял. А! Ребят, я забыл потушить лампу. Вот. Point Light. Вот здесь у меня Enable. Вот. Не забывайте. Вот. Теперь все нормально. Так. Подходим. И он будет гореть одну секунду. А! Защита от дребезга это все равно пять секунд осталось. Так что хоть он горит и одну секунду, но нажать кнопку я не могу чаще, чем раз в пять секунд. Ну, в любом случае, вы видите, что горит сейчас одну секунду. Ну, давайте еще быстренько я сделаю, чтобы она горела, например, сколько, сколько? Ну, давайте, десять секунд. И давайте вместо вот этой ерунды я напишу, как нормально нужно писать Nil. Ничего. В языке Lua Nil. Ничего. Это значит пропустить этот параметр. Ничего не передавайте. Следующий путь. Так. И сейчас мы узнаем, сработает или нет. Десять секунд должно. Так. Ну, за десять секунд можно лайк, наверное, поставить, правильно? И подписаться, если не подписались. В принципе, мы подошли к концу. Давайте я опять верну на пять секунд. Так, где-то вот здесь, да? И покажу, наконец, весь прикол того, что мы сейчас делали. В чем прикол? А прикол вот в чем. Теперь мы можем дублировать наши фонарики. И они должны одновременно включаться. Потому что они у нас с помощью одного события. Так. Ну, хватит издеваться. Запускаем. Так. Включили. Меняем теперь цвет. Здесь у меня защита от дребезг нет. Поэтому, видите, я чуть-чуть бегаю и цвета меняются мгновенно. Какие можно придумать использование, для чего можно использовать эти биндейбл события в ваших играх? Расскажите мне. Ну, например, с помощью них можно призывать лифты, чтобы лифты вернулись на свои точки изначальные. Придумайте что-нибудь, напишите интересное. Поставлю лайки самым интересным. Все. На этом пока. И готовится интересное видео. Скоро.